Кто здесь такая? Ай, Данка. Данка, моя собака любимая. Моя собака любимая. Да. Привет. Hi, guys. Данка. Дана-Дана, поздоровайся с подписчиками. Данчик. Дан. Не хочет. Села. Села спиночкой такая, толстенькая спиночка у собаки. Да? Толстая спинка. У кого такая? Все, убежала, ребят. Убежала собака. Я тут такая же лохматая, как собака. Привет. Привет, да, в Белгороде. Привет. Прилетела в субботу, да, планировала. Милая собачка, да. Планировала прилететь в пятницу, но из-за погодных условий только в субботу прилетела. Ну вот на днях уже, на днях в Москву опять обратно улетаю. По первому передачу про твоего любимого. Ну не знаю. Не знаю. Что за передача? Что за передача? Возьми в эфир. Привет. Где родилась? Я родилась в городе Одесса. В городе Одесса. Пусть говорят. Ты кто? Что за пусть говорят? Я не знаю. Нет. Мне не стыдно. У меня? Когда это день рождения? Скоро. У меня будет юбилей. 30 лет. 21 декабря. Приедешь в Одессу? Ой, не знаю. Не думала об этом. Я в Белгород к родителям еле добралась, если честно. Даже погода была против того, чтобы я сюда приезжала. Данка, иди сюда. До ноль. Дана, Дана, Дана. Ты красотка. Спасибо большое. Ты дома? Да, да, я дома. Дома отдыхаю. Здравствуйте. У нас курс. Приеду из Питера. Вы меня прям заинтриговали. Мне самоинтересно, что там происходит. А, да. Ничего себе. Спасибо, что проинформировали, потому что я вообще не знаю, что происходит в мире. Довела до больницы. Новая внебрачная дочь Александра Серова. Это все карма. Боженка все видит. Это все карма. Прости мою душу грешную. Даже смотреть не хочу. Это все неправда. Это действительно его дочь. Потому что ДНК подтвердило, что это его дочка. Плюс женщина. Я не помню, как зовут ее. Это мама этой девочки. Действительно так. И Александр Николаевич сам мне рассказывал про связь с этой женщиной. Про связь с этой женщиной. Он был где-то на гастролях. И у них была интимная связь. Он рассказывал. Про Дарья Друзьяк. Вот. Прямо так интересно. Опять про Друзьяк. Которые признались в том, что они спровоцировали меня. И собственно разыграли этот спектакль. Для чего? Для того, чтобы Друзьяк сделал себе хаосальный пиар на моей фамилии. Поэтому все. У меня все спитло. Я не знаю, что там она завтра придумает. Но я честно. Я ничего не боюсь. И ничего не боясь. Простите, что молчу. Я смотрю. Прямо как чувствовала, что в эфир надо выйти. Ирина, да. Правильно говорит. Потому что она все равно ничего от него не получит. Даже если Ирине что-то ей нужно. Безусловно, это правда. Она действительно. Она действительно его дочь. Ирина, чтобы провести генетический тест, вам нужно сейчас дать по процессу... Я уже запуталась, это та же дочь или нет. Потому что к Андрею Малахову приходила тоже дочь его внебрачная. И доказали, что она его дочь, ДНК сделали тест, но он отказывался. Сказал, что сфабриковали тесты ДНК. Это все неправда. На самом деле это правда. Просто я запуталась, я не знаю, это та же дочка или нет. Но к Андрею Малахову приходила действительно его дочь. И он сам рассказывал, как он спал с этой женщиной, ее матерью, как все это происходило. Она действительно от него забеременела. И это действительно его внебрачная дочь. А этой я просто не могу понять, это та же или другая девочка. Вроде бы у той девочки длинные волосы были, может она уже подстриглась. Я помню, Ирина, да, звали маму. В общем, говорят, я еще бегаю по передачам, пытаюсь за счет него пиариться. Просто я помню, как он мне рассказывал, какой он банкрот, что у него даже денег нет на старость. Он там собирался уже свои машины продавать, чтобы обеспечить себе будущее. Вот, вы видите, бегатель по передачам копейку зарабатывает. Я хочу это сделать для Ирины, гнило. Для Ирины. Так, роза для Ирины. Ее передаст Снежану Королеву. Снежану взяла ваше образец ДНК у Ирины здесь и отправляется, Саня Николаевич, к вам. Чтобы взять у вас, а потом, обещайте мне, вам станет легче, вам станет лучше. И мы встретимся здесь, в этой студии, в вашем месте и узнать правду, что покажет ДНК. Походу, это другая дочка. Что я вообще запуталась. А, нет, то была Надежда Тиллер. Да, это не эта, по-моему, женщина, это Надежда Тиллер. Но я не удивлюсь, не удивлюсь, если эта дочь тоже его, абсолютно. Да, тут Тиллер была. Я прошу прощения, я думала, это та же женщина и та же девочка пришли доказывать материнство. Но просто такое ощущение, что мы все на одно лицо. Страсть. Просто какой ужас. Уже так противно смотреть на это все. Все таки улыбаются. Так наигранно это все. Ладно, выключи телевизор. Вот не смотрела телевизор столько времени? Лучше бы не смотрела, потому что там ничего хорошего не говорят. Больной взгляд, может быть, уставший. Хотя, надеюсь, вам было смотреть. Спасибо, ребята. Смотрели про Гоген очередную хрень. Что только не показывают, блин. Правда. Ладно, ребят, пора делами заниматься. Спасибо, всех была рада видеть. Всех люблю, целую. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok